Продолжение следует... Шутка? Шутка? Еще совсем недавно ММЦ соревновалась с польским буфером и нижним узлом отбора, а сегодня для нее новые испытания. Привет, с у вас брать самогонщики. Сегодня я через ММЦ попробую гнать брагу и посмотрим, на что ММЦ способна в таком режиме работы. Я уже делал попытку перегнать брагу с ММЦ, но вот тогда она не увенчалась успехом. Я попытался просто поставить ММЦ в качестве такой небольшой царги и здесь через поворотный угол, через холодильник перегонять брагу. Но ММЦ, конечно же, отказалась работать, потому что ММЦ не наполнялась. Сегодня я изменю конфигурацию оборудования и посмотрим, что это даст. По моим расчетам все должно быть нормально. Цель эксперимента я хочу посмотреть, какая будет скорость отбора и какая крепость будет в конечном итоге у спирта сырца. Даст ли ММЦ какое-то реальное укрепление? Перегонять я сегодня буду ту самую сахарную брагу, про которую я рассказывал на втором своем канале. Я шутил и говорил, что поставил брагу и она воняет дорогущим шампанским и тропическими фруктами. Но вот многие почему-то приняли это за чистую монету и сочувствовали мне и говорили, да, все нормально будет, перегоняй как есть, все равно что-то получится. Так, ну вот эта брага отбродила у меня на Воронежских буквально за два дня. Там стоит такая большая гравитца по из 5-литровой бутылки. Поэтому сейчас брагу заливаю в куб по самые брови и начинаю собирать оборудование. В кубе у меня 35 литров браги, тен 6 кВт. И поэтому сразу же нужно принять меры против брызга у носа. Поможет мне вот это волшебное средство. Софиксил. Добавлю его сюда. Буквально один вот такой колпачок. Красивая сборка сегодня у меня получилась. Давайте покажу вам. Великий русский самогонщик Дмитрий Иванович Менделеев любил говорить, в самогонном аппарате должно быть все прекрасно. Итак, давайте я вам покажу, какая сборка сегодня у меня получилась. Куб от самогонного аппарата Люкстайл 8. Сразу температуру посмотрим. 91,6. Процесс уже идет. Дальше я поставил, как вы видите, ММЦ. Над ММЦ поставил вот этот узел отбора по жидкости. Он из комплекта модернизации, опять-таки, от самогонного аппарата Люкстайл 8. Почему я не стал вот отсюда отбирать? Можно же было и отсюда отбирать. Видите, есть кран. Но вот сюда нужно было какой-то доохладитель придумывать, как его присобачить. Здесь, как вы видите, все просто. На клампах. И сразу же поставил. Вот это новый доохладитель. Смотрите, хочу обратить ваше внимание на вот этот кран. Барашек должен стоять именно вот так. Здесь, сбоку. Не сверху. Почему-то у Люкстайла, как я знаю на сайте, показано, что он сверху. Это неправильно. Посмотрите, здесь есть стрелочка. Вот видите, прям нарисовано направление. Что вот так. Если вы сделаете, перевернете кран, то есть барашек у вас будет сверху, то стрелочка будет сюда показывать. Всегда собирайте оборудование так, как советует производитель. Ну, в данном случае, вот, производители кранов, видите, нарисовали специально стрелочку. Показали направление. Все, я ее правильно поставил. Итак, дальше. Ну, дальше я поставил демрот в стекле. Обычно я этим не балуюсь. Стеклянные царги у меня исключительно для каких-то экспериментов. Но вот сегодня решил, что поставлю для красоты. Термоконтроллер меряет температуру в верхней точке. Она 35,5. Итак, что я сейчас буду замерять? А сейчас я замерю скорость отбора. Да, кстати, не показал я вам мощность. Ну, вот смотрите, включил стандартную мощность. 3 киловатта. Все самогонщики работают обычно на 3 киловаттах. У них либо ТЭН 3 киловатта, либо индукция 3,5. Ну, что равнозначно ТЭНу. Итак, давайте сейчас я открываю кран. Вот этот просто на полную. И замеряю за одну минуту, сколько же набежит. По сути, за одну минуту, за час, я должен отбирать, ну, в пределах 6 литров. Это на 3 киловаттах. Давайте посмотрим, какая же скорость отбора. Кран открыл. Мерный цилиндр приготовил. Секундомер приготовил. И, итак, давайте, давайте начнем. Так, одной рукой это все делать неудобно. Ну, давайте так, я поставлю в мерный цилиндр и включу потом секундомер. Я думаю, там сильно много не потеряем. Так, все, пошло время. По сути, вот, чтобы получились 6 литров в час, за одну минуту нужно отобрать 100 миллилитров. Посмотрим. Ну, смотрите. Видите, довольно-таки все очень бодренько отбирается. Скорость очень хорошая. За счет чего может быть это еще хорошая скорость? Ну, за счет, естественно, укрепления. Так, смотрите. Прошло 35-36 секунд. Так, ну, я думаю, что, скорее всего, наверное, 6 литров мы получим. Так, смотрим. Остается еще 10 секунд. И вот я вижу, что, да, набирается мерный цилиндр 100 миллилитров. Так. Две секунды. Все. Стоп. Итак, смотрим. Вот вам, пожалуйста, видите. Вот они 100 миллилитров. То есть, скорость отбора ММЦ никак не снизила. То есть, узел отбора справляется. Но единственное, может возникнуть вопрос. А что будет, если, допустим, 6 киловатт подать? Видите, здесь трубочка довольно-таки тонкая. Наверное, внутреннее отверстие там, я так думаю, на 6. Вот будет ли, допустим, справляться с таким потоком, который 6 киловатт может создать? Ну, это порядка 12 литров в час. Ну, опять-таки, смотрите. 4,5 киловатта есть очень у немногих самогонщиков. 6 киловатт есть только у единиц самогонщиков. Давайте, вот смотрите, выяснили, что скорость отбора ММЦ, ну, никак не уменьшает. И вот этот, опять-таки, узел, да, никак не уменьшает скорость отбора. И сейчас мне будет, знаете, интересно. Ну, во-первых, я сейчас, конечно, замерю крепость, какой спирцирец идет. И постараюсь отжать, ну, все, наверное, до последней капли. И потом посмотрю, какая же общая спиртуозность. Померил спиртуозность того, что отобрал в мерный цилиндр. Температура 18,6, ну, будем считать, там 19 градусов. То есть там коррекции почти никакой. И ориометр показывает, ориометр у меня 70-100, а ориометр показывает, ну, вот, как видите, показывает 80%. Смотрите, в ММЦ прекратилось всякое кипение. Давайте покажу вам температуру в кубе. Ну, вот, как видите, температура в кубе 98,5. И на этом как бы все. Я отобрал пробу в мерный цилиндр. Так, ну, вот здесь температура, ну, будем считать, 25 градусов. А спиртуозность примерно 3%, 3-4%. Ну, с учетом коррекции будем считать, что 3%. То есть отогнал я до нуля в струе. Получилось у меня ведро спирта сырца. И вот сейчас я хочу замерить, какая же там общая спиртуозность. Давайте я замерю, какой же общей спиртуозностью получился у меня спирт-серец. Температура 16,4. Ориометр у меня стоит со шкалой от 40 до 70. И видите, ну да, показывает, немножечко даже не достает до 40. Так, будем считать, 39. С учетом коррекции это 40% получился спирт-серец. Стал ли он крепче? Да, стал крепче. Обычно, когда я гоню до нуля градусов в струе, то спирт-серец бывает 28, максимум 30. То есть здесь укрепление произошло на 10%. Интересно, а что за жидкость осталась в ММЦ после перегона? Сейчас сливаю с ММЦ всю ту флегму, которая там осталась. И мне будет интересно замерить, а какая же там спиртуозность. Давайте покажу вам, какая же спиртуозность той жидкости, которая была в ММЦ. Так, посмотрим на ориометр. Ну вот, я скажу, что температура та же самая, 16,4. И, как видите, здесь спиртуозность показывает ориометр порядка 4, ну с учетом коррекции это около 5. Чем пахнет вот эта жидкость? Абсолютно ничем, никакими хвостами, вообще никакого запаха практически нет. Ну, я думаю, что здесь практически одна вода. А можно ли таким же образом перегонять брагу, используя короткую царгу с насадкой и узел отбора по жидкости? Да, конечно, можно. И я это уже показывал. Давайте вспомним, как это было на колонне Селиваненко. Денег нашего фонда хватило только на стандартную комплектацию колонны Селиваненко. Привет, с у вас брать самогонщики, а как же работать в режиме под стил? Для этого у производителя нужно купить оборудование еще на 15 тысяч. А можно как-то без этого обойтись? Конечно, можно. И сегодня я покажу вам, как гнать брагу прямо на колонне. Сейчас заливаю сюда 20 литров браги. Тен 6-киловаттный я уже поставил. Тен управляется через регулятор мощности. Так, проверяем, закрыт ли кран закрыт. Заливаю брагу. 20 литров браги в кубе. Все, закрываю крышку. Почему 20 литров? Ну, во-первых, чтобы процесс шел быстрее. Я думаю, 20 литров будет вполне достаточно, чтобы все понять. Ну и второй момент. Я собираюсь перегонять через царгу. То есть у меня нет другого выхода. Есть только царга, узел отбора по жидкости, дефлегматор и доохладитель. Ну и второй момент. Так как я буду перегонять через царгу, я не хочу, чтобы случился брызгал нос и мне случайно запарафинило всю насадку. Понятно, что все это, конечно, бред сивой кобылы. Никто так брагу не перегоняет. Но все-таки стоит попробовать, а вдруг что-то получится. Включаю рем. Режим разгона. Сразу же 6 киловатт подаю. 16,5 градусов. Это температура холодной воды на входе в холодильнике. Вполне себе нормальная холодная вода. Расход воды настроил 60 литров в час, как всегда. В кубе 84 градуса. В царге еще 18 градусов. Ну, видите, царга начинает сейчас прогреваться. И буквально пройдет минут 5. Увидим возврат флегмы. Работаю на 3 киловаттах. Так, температура воды на выходе из дефлегматора 49,3. Ну, вполне нормально, да? Как видите. Так, температура в верхней точке демрота 22,4. Здесь уже идет возврат флегмы. И давайте я сейчас попробую мощность немножечко увеличить. Так, давайте сейчас полностью кран открываю. И начинаю замер скорости. Посмотрим, сколько за минуту можно отобрать. Ну, и потом пересчитаем, естественно, литры в час. Я поэкспериментировал с подаваемой мощностью и выяснил следующее. Если полностью открыть кран на доохладитель и подавать 4 киловатта, то можно отбирать спирт-серет со скоростью 4,5 литра в час. Причем температура его будет 29 градусов. Ну, а расход воды, как вы знаете, я настроил 60 литров в час. 4,5 литра в час, конечно, немного. Но все-таки вот таким образом работать можно, брагу перегонять можно. Поставил я попугая, поставил в него ориометр. Буду отбирать до 10 в струе. Вот видите, 3 литра уже отобрал. И потом посмотрю, сколько будет объем и какой общей спиртуозности. Спиртуозность в струе 15%. Ну, смотрите, здесь к концу погона температура уже выросла 43,4. И вот смотрите, я вам покажу вот этот недостаток, что вода не регулируется отдельно в дефлегматор и отдельно в доохладитель. Температура в верхней точке 34,1. И то есть до 45 можно бы еще, конечно, хорошенечко поджать воду в дефлегматор. А вот в доохладитель можно было бы воду приоткрыть. И вот температура бы, допустим, держалась на уровне 30. Но вот здесь такой фокус не пройдет. То есть если разжать воду, большой расход будет. Если сильнее поджать, ну здесь понятно, все, температура здесь будет расти. Поэтому погон прекращаю. Сейчас все это смешаю. Померю объем, померю общую спиртуозность. Кстати, не показал вам температуру в кубе. Видите, 98,5. Итак, давайте посмотрим, что там у нас по параметрам. Температура 30 градусов. Так, спиртуозность. Спиртуозность 50. Ну, я уже, конечно, по таблице посмотрел и пересчитал. Получается 46% спиртуозность. Перемерил я литровой кружкой. Общий объем получился 4200. 46% и если развести до 30%, получается 6,5 литров. То есть весь расчетный спирт-сырец я из браги отобрал. Ну что ж, как видите, такой вариант перегонки браги вполне жизнеспособен. Работать таким образом можно. Кто-то в комментариях напишет, что мой эксперимент полный бред. А кто-то сам попробует гнать брагу с укреплением. А пока, братья самогонщики, на этом все. Как всегда, ни голов и ни хвостов, чтобы не был на сцене. Всем добра. До новых экспериментов. Лайк поставь.